Привет, друзья, в ночной связи. В общем, у меня очередная посылочка от подписчиков. Прилетела прямо с Америки. Прям с Чикаго, мать его. Блин. Присылал мне её Дима Фещенко. Но сначала я покажу вам канал Квадробай, где мужики во всё отрываются на старых запорожцах, которые по проходимости не уступают топовым квадроциклам. Грязь, снег, дрифт, поломки, аварии, бездорожье, ремонт и многое другое вы увидите на этом канале. В общем, если мужик, то обязательно подпишешься. Тем более, что скоро запускается проект по восстановлению старого запорожца, что вам, как зрителям моего канала, точно будет интересно. Так что ссылка на канал в описании и в конце видео. Обязательно поддержите мужиков. В общем, давайте распакуем. Здесь должен быть какой-то набор инструментов. И это офигенский. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Я ещё её не открывал. Только мне её принесли. У меня в прошлом видео, вот в прошлом видео я снимал, кстати, ситуация в том, что я сломал свою единственную отвертку плоскую. И вот как-то так. Охренеть. Офигенский. Так, что у нас здесь есть? Блин. Вот реально это то, что как раз мне нужно. Меня сейчас, если честно, меня сейчас распирает вообще. Ну это офигеть как. Вот это тема. Чикаго. Офигеть. Нас вот прям вот. Блин, Димон, ну я не знаю. Так, и собственно говоря, это, наверное, этот набор инструментов. Оу. Факинь щет. У меня в эти моменты, в подобные моменты просто не хватает слов. Это просто охренеть. Я на самом деле, блин, охереть. Вот это просто. Блин, Димон, Дима Фещенко, тебе просто огромное спасибо. В общем. Так, что ты говоришь? Короче, блин. Все, пошли в гараж. Итак, готовьтесь. Сейчас будет словесная атака. Итак, первым делом придя в гараж, для разминки я решил демонтировать поворотники. Если что, я их ставить не буду, просто они мне мешают. И номерной знак, который в дальнейшем нужно будет выровнять. Ну, в общем, восстановить. В принципе, сегодня у меня цель закончить основные работы с рамой. Поэтому я решил сразу сделать крепление бака. Но для этого мне нужно было просверлить 4 отверстия. И сделать это моей СССР дрелью оказалось заданием вообще невозможным. Так как патрон этой дрели зажимает только на 2 упора, а третий упор живет своей жизнью. В результате сверло зажимается неравномерно и просверлить что-либо не представляется возможным. В принципе, как бы я не старался. Так что это задание пока переносится на лучшие времена. В общем, как вы понимаете, плюнул я на это дело и решил приступить к тому, к чему не мог долго подойти. А именно усиление рамы вот в этом месте. А долго я не мог подойти из-за того, что не знал с чего можно это сделать, чтобы оно смотрелось более-менее нормально. Но мне пришла идея. Я взял элемент старой рамы, на которой была косынка, которая выполняла роль усиления, что в принципе мне и нужно. И я решил ее отпилить. Сделать это было не так уж и легко, так как отпилил я ее не по сварному шву, а вместе с куском трубы. Поэтому пришлось вырезать еще и внутрянку. Но я в принципе справился. После того, как прикинул, решил, что мне это подходит. И вырезал сразу второй элемент с второго куска рамы. Далее пошел процесс подгонки, зачистки, установки и прихватки. Конечно, может это не совсем хорошо смотрится, но безопасность на самодельной раме из говна и палок очень важный пункт. Да и после того, как это все заварится, почистится и покрасится, будет не хуже, чем из завода. Но это не точно. Теперь, наконец, займемся креплением и установкой крыла. Так как моя дрель больше не в состоянии что-либо делать, делать отверстие приходится сваркой. Но так как это крыло тестовое и в дальнейшем будет заменено, то ничего страшного. Кстати, в прошлом видео мы сделали одно крепление крыла, но его нужно будет немного переделать. И получается приблизительно так, как вы видите на экране. Конечно же, колесо будет другое, покрышка массивней и над номером будет еще стоп-сигнал. Кстати, некоторые говорили, что у меня криво стоят амортизаторы. Поэтому сразу разъясняю для тех, кто не увидел, что они не закреплены. Если сверху они еще более-менее зажаты, хотя это и громко сказано, то снизу они вообще разъехались. Поэтому и получается такой эффект. Это так, небольшое разъяснение. Чет увлекся я усилением рамы и увидел еще один уязвимый элемент. Это именно пластины крепления амортизаторов, которые при больших нагрузках, как мне кажется, могут погнуться. Поэтому их желательно усилить. Для этого я взял изогнутый элемент из старой рамы, на котором, кстати, есть сухокрепление, которое можно также использовать для крепления крыла. Конечно же, никаких замеров я не делаю. Все лепится с помощью подгонки. Ну, вы меня знаете. И здесь, как ни странно, все стало идеально. Как будто так и нужно. Ну, я же говорю, как из завода. В общем, можно прихватывать. И теперь, после прихватки, можно зажать крыло. И зажимать я это буду моим новым инструментом. Это просто кайф. Ну, это реально очень приятно делать трещоткой, а не рожковым ключом, как я это всегда делаю. Так что еще раз спасибо Диме Фещенко за просто офигенский подгон инструмента. Теперь последние штрихи. Нужно приварить пластину, которая также будет играть роль усиления. Но основное ее предназначение – это крепление сидения. И после упражнений со сваркой, также сразу решил переделать крепление бака. Его нужно немножко сместить назад, чтобы новое положение бака совпало с отверстиями. Но здесь возникла небольшая заминка, так как у меня закончились отрезные диски, а делать это огрызком в труднодоступном месте крайне затруднительно. Но с помощью такой-то матери и ножовки по металлу мне удалось это сделать. И буквально через несколько минут я выставил и прихватил ее. Далее, пока еще светло, я решил выкатить раму на улицу и сфотографировать ее для превью. Но это превью дорого мне обошлось, так как мотоцикл упал и помял бак. Ну, в общем, я здесь даже, если честно, не удивился, так как подобная херня происходит постоянно. Кстати, подписчики из инстаграма увидели это первыми, так что подписывайтесь обязательно. Так как работать с рамой больше нет возможности из-за отсутствия отрезных дисков, я решил заняться задним мостом. Ведь мне нужно еще установить десятую пару, которую мне подогнали ребята из магазина zpmoto.net. Кстати, все болты, которые крепят шестерню, оказались ослаблены, хотя имеют стопорные пластины. Но после того, как я открутил и демонтировал шестерню, а на ее место хотел ставить новую десятку, у меня это не получилось, так как резьба в стоковой планетарке мелкая, а в новой крупная. И, конечно же, нужных болтов у меня сейчас нету, поэтому шестерню я заберу с собой и подберу новые болты на рынке. Далее я снял крышку карданчика и на этом закончил, так как продолжать заниматься мостом сейчас, ну, в принципе, нету смысла. Итак, планы. Если не считать проварность очистки швов, то рама у нас почти готова. Нужно будет только определить место для аккумулятора и реле, но это я сделаю после установки двигателя. Кстати, по поводу двигателя. Головки с цилиндрами на данный момент уже прошли таможню в России и направляются в отделение в Киров. Так что почта в данном случае пока что не подводит. Кто не знает, о чем вообще речь, то смотрите предыдущее видео. Теперь по поводу косяков. Поспешил я, конечно, с колесом, так как не учел того, что нужно красить хотя бы при плюс 15. И, кстати, мне это подсказал Андрюха из канала Гром Кастом. Это далеко не та температура, которая у меня в гараже. Так что пока что я не знаю, что делать. Я пока еще думаю над решением этого вопроса, но затягиваться этим не буду, так как перед установкой двигателя колесо обязательно нужно сделать. Так же, как и обязательно нужно перебрать вилку. Так же теперь появилась новая проблема. Нужно найти бак. Конечно же, в инстаграме мне уже советовали зашпаклевать и не париться, но это не тот случай. Так как бак разошелся по швам. Поэтому купить целый бак будет и дешевле, и проще. Ну а так-то, в принципе, все. Сейчас составляю список запчастей, заказываю и скоро будем начинать тестовую сборку и пробный запуск. Кстати, вы говорите, что начали выходить редко видео и так далее. Но ведь вы сами священные пендери перестали давать. Так что, если хотите регулярности, херячьте лайки как неуменяемые. Нажимайте колокольчик, как короли. И новое видео выйдет быстрее, чем вы себе можете представить. Ну и ВК с инстаграмом не забывайте. Так что, удачи.